Валентин Литвинчук 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 то у тебя не будет никакого результата и успеха. И с самого-самого детства, он говорил, вот есть спортивный интернат, есть столица, Киев, ты туда пойдешь. То есть это, знаете, как внушение было такое. Ну, плюс это же единоборство для нас, для мальчиков. Это достаточно важно. Тем более борьба, я не хочу оскорбить боксеров, но там по лицу не бьют, достаточно благородный вид единоборства. И мне это тогда уже достаточно нравилось. То есть такое проявление мужества, силы, это было то, что называется моим. Поэтому, да, вне спорта я себя вообще не представляю никак. И тогда уже я себе говорил, что я буду в Киеве, в столице. И тогда я говорил себе, что чуть-чуть позднее, в тренерской деятельности у меня будет что-то свое. Потому что, вы понимаете, как во многих видах спорта, в частности в единоборствах, тренера, они достаточно деспотичны. И очень часто повышают голос на своих атлетов. А мне, уже второй тренер, который меня воспитывал в спортивном лице, здесь в Киевском спортивном лице, вот он говорил, если бы на меня хоть раз, говорит, тренер повысил голос, я бы однозначно не соревновался. То есть убить во мне личность, говорит, это самое страшное. То есть должно быть честное отношение, и ты должен честно говорить человеку, что он, в общем-то, может. И со мной происходило точно так же. И я уже тогда понимал, что работать на кого-то, то есть для меня свобода в приеме решений, в принятии решений, она достаточно важна. Поэтому я тогда уже хотел, ни на кого не работая, работать только на себе. Как же вот это выражение строгость, чем строже, тем лучше? Все-таки вы говорите, что тренер не должен быть. Вы понимаете, как я сейчас говорю, что тренер, наставник, это человек, ведущий за руку, он помогает, он показывает путь, и так немножко подтолкнув спину. Поэтому строгость, она, знаете, как в контексте психологии, если бы это сказано, она должна быть прежде всего к себе. То есть ты не должен, скажем так, давать себе каких-то поблажек, и самое главное создавать такое, знаете, обстоятельство, где ты мог бы себя оправдать. Вот этого делать нельзя, и вот этому должны тренера учить. А сейчас, как правило, это все, знаете, как оголил шашку на голову, да, и вперед. Проиграл отработанный материал, тебя взяли, выбросили. Ну, это то, что повсеместно сейчас происходит в нашей стране, да. Я так поняла, два основных Ваших учителя, это вот в родной городе? Да, это первый тренер, да. Ну, так у каждого профессионала есть первый тренер, который вот тебя нашел, воспитал и передал уже в руки профессионала более высокого уровня, человека, который занимается там составом сборной, формированием сборной. То есть это уже такой, скажем так, коч, как сейчас говорят, да, в кавычках. А наставник, это, конечно, первый, он как отец. Знаете, спорт это такая модель жизни, где ты вот родился, да, как маленький ребенок, воспитываешься, идешь-идешь до какого-то этапа, ну, и все люди же не бессмертные, да, все умирают. Точно так же и атлеты, и спортсмены умирают, в общем-то, в спорте, и потом себя найти не могут. Поэтому вот я, моя задача, конечно, как можно дольше в этом деле пробыть. Говорят, что хороший спортсмен, плохой тренер. Я себя, конечно, хорошим спортсменом не считаю, я не наборолся, не навыступался в свое время. Поэтому вот остались те амбиции тренерские, которые можно, в общем-то, реализовать. Но правильно, что не каждый спортсмен может быть хорошим тренером. То есть, этому нужно тоже учиться? Даже чаще. Чаще, что классный спортсмен, он даже и потом не идет в эту тренерскую деятельность. Но отчасти потому, что я уже когда-то говорил, ну, по-хорошему, что спорт это такое тунеядство, знаете, ничего по жизни не делаешь. Делаешь только все для себя, а требуешь к себе огромного внимания. Вот, сейчас спортсмены на меня выльют много грязиных. Ну, это так и есть. Мы же создаем даже не высокую долю эгоизма, да, а эгоцентризма. Вот, носите меня на руках, потому что я выиграл. Ну, выиграл-то ты для себя в любом случае. Да, мы там создаем атмосферу и платформу для здоровой нации, но все же это чушь. Те, кто тренируются, они тренируются. А те, кто бухают, да, курят, они так, как это делали, так и будут. Потому что все зависит от сильных характеров. Они, как отработанный материал, пошли в секцию, не выдержали, их выбросили. Никто на них не обращает внимания, никто не будет их держать за руку, пытаться привезти обратно. Очень жестоко, в общем. Ну, так есть, в профессиональном спорте так и есть. Никто не ждет тебя, пока ты там чего-то добьешься. Большое количество людей, и вот так вот все в одном варятся котле. И кто самый сильный, кто достаточно выносливый, они потом добиваются успеха не только в спорте, а потом в дальнейшем в жизни. Так вот, относительно тунеядства, это мое мнение, да, поэтому вы должны потом, будучи уже тренером, ну, действительно давать какую-то пользу. А спортсмен-атлет, который уже отработал, достаточно хорошо выступал, он же понимает, что тренерская деятельность, она неблагодарная. Потому что есть еще такое выражение, как побеждает спортсмена, проигрывает тренер. Всегда так было и будет. Вот, проиграл атлет, кто виноват? Виноват тренер. Тренер. Да, тренера нужно посадить, провести анализ, там, тренерский состав. Проиграл поэтому, кого-то убрали, вот, взяли нового. А побеждает всегда лавры славы только у спортсмена. И если, конечно, атлет, который был в лучах славы, готов потом быть в тени, он может быть тренером. Ну, чаще всего так не бывает. Или пробуют, знаете, как, опять же, такое, по-хорошему пижонство, что ли, да, вот, я буду хорошим тренером. Попробовали, это тяжелейший труд. Потому что ты должен распыляться на всю команду, вот, и еще и защищаться уметь. А тут ты работал только на себя. Поэтому сложно, и чаще всего, что не выдерживают, и тренерами не становятся хорошими. Вот, все равно большинство людей занимаются спортом для себя, для фигуры очень часто, особенно девушки. В вашей жизни еще есть место соревнования? Вот, расскажите о целях. Я сейчас в новом направлении, в направлении фитнеса, в направлении спорта. Это молодое веяние, которое пришло к нам из запада, называется кроссфит направление. Сейчас за границей, там, в каждом виде спорта, тренер, который занимается общей физической подготовкой, это, как правило, сертифицированный тренер из этого направления. То есть, это тяжелейший вид такого себе многоборья, вот, который включает систему подготовки тяжелоатлетов, легкоатлетов, циклических видов спорта, гимнастики. И все это, в общем-то, так знаете, связать в один симбиоз достаточно сложно. В Украине это направление год-два максимум возникло. Да, да, но всего лишь, если мы будем говорить о серьезности, да, о сертифицированных клубах, о тренерах, которые имеют определенное разрешение, то вот мы только перешли там рубеж года. Вот нашему клубу всего лишь год и клубам-соратникам тоже, их немного, их всего лишь там в Киеве у нас 4 клуба сейчас, когда, например, ну, в Англии, в Лондоне их там около 80. То есть, мы немножко, конечно, опаздываем, но, тем не менее, классные атлеты, классные спортсмены уже видят в этом большие плюсы и рассматривают его как вид вспомогательного фитнеса. Вот, да, у нас есть большое количество профессиональных атлетов, которые сейчас во время подготовки к Рио-де-Жанейро, к Олимпийским играм, занимаются с тренерами моего клуба, то есть поднимают уровень подготовленности, работоспособности и за короткое время они видят хорошие сдвижки, хороший результат. Есть просто, да, люди, клиенты, непрофессиональные атлеты, которые приходят заниматься для того, чтобы повысить уровень здоровья, там убрать лишний вес, коррекцию веса создать, вот, тренируются, их очень много, потому что, понимаете, с точки зрения, я не буду рассказывать физиологию, да, это очень долго, но, скажем так, вот функциональный вид спортивной деятельности, он приводит организм достаточно быстро к той пиковой форме, которую ты себе желаешь, поэтому ее выбирают даже чаще всего домохозяйки, потому что мало времени, да, у женщин у наших, для того, чтобы привести себя в форму, там, есть какой-то час времени, его нужно провести очень быстро, там, два часа ходить, греть вокруг себя воздух просто в тренажерном зале, но этого они себе позволить не могут, поэтому вот это короткое время, они очень быстренько убивают себя, они в фаворе. А если человек, вот, по природе уже худой, что, ему нельзя заниматься кроссфитом? Ну, как нельзя. Можно ли с помощью кроссфита привести тело вот в нужную форму? Ну, конечно, можно. В любом случае, человек же, они же, да, по формации делятся анатомически, на разные подтипы, типы, поэтому тренер-специалист, он подбирает специальную, там, форму питания, да, скажем так, он же является специалистом в диетологии, вот, он специально подбирает тот вид нагрузки, который, в общем-то, даст движку в увеличении мышечного роста. В любом случае, для того, чтобы повысить одно, там, качество силы, да, организм в любом случае будет наращивать мышечную массу, потому что для того, чтобы создать определенное сопротивление, ему эта масса просто необходима. Поэтому при правильном подходе, еще раз повторяю, очень много авантюристов, шарлатанов, которые себя, скажем так, позиционируют как тренеры, вот, они занимаются чепухой и чушьей, поэтому нужно искать действительно хороших специалистов, у которых уже есть результат. Вот, сейчас же мы живем в эпоху интернет-ресурсов, да, то есть мы можем видеть в определенных социальных сетях деятельность тренера, мы можем видеть его атлетов до, занятий с ними после, как они меняются, ну, на это тоже нужно. Вот, все-таки в Украине есть база профессиональных тренеров именно по кроссфиту, вот, в вашем клубе, где вы брали ребят? Мы, вы понимаете, как, вообще тренера в моем клубе, тренеры, они уже давным-давно мы вместе двигаемся, вот, там, атлеты спортивного интерната, атлеты, которые тренировались у меня, вот, я определенное время был, 6 лет я тренировал в спортивном лицее, вот, после того, как прекратил, вот, это ребята, которые воспитывались, взрослели, которые тренировались под моим началом именно в этом направлении, потом поехали, сдали экзамены, вот, достаточно дорогостоящие экзамены, есть так называемое сообщество кроссфита-шкил, они приезжают, там, ездят по Европе, ну, мы лично еще до, скажем, плохих взаимоотношений, да, с нашими, скажем так, с соседями Российской Федерации, да, мы еще тогда, когда все было хорошо, они приезжали в Москву, мы приезжали, сдавали там экзамены, получали сертификаты, и уже, получив их, здесь начали работать. В Украине они один раз, вот, летом в Киеве приезжали в клуб, клуб наших товарищей, и там проводили аттестацию, сертификацию, то есть, они уже изъезжают в Киев. Ну, их нужно приглашать, оплачивать достаточно дорогой райдер, это очень недешевое удовольствие, вот, а если есть там спонсоры, меценаты, прекрасно. А нету, то, конечно, атлетам приходится самим оплачивать, это все дело. А стоимость тысячи долларов, это такса, экзамен, два дня начитка идет, и, как правило, только 30% сдают этот экзамен. Большой страх того, что ты не получишь сертификат. Деньги заплатил. А, деньги заплатил, совершенно верно. Поэтому специалистов немного, скажем, кузницы этих тренеров в Украине нету, но у нас есть при клубе школа тренеров, которая готовит специалистов в этом направлении. Мы даем качественное обучение на протяжении двух недель, но мы не имеем права выдавать те сертификаты, которые бы давали им возможность таковыми называться. Но это дает серьезную помощь и платформу для того, чтобы потом поехать и без вопросов сдать. Можно сказать, что вы в Украине первооткрыватель? Ну, на самом деле, наш клуб, он и есть первый, который получил аффилиат, кроссвит-афилиат. А как атлет, да, мы еще начинали, скажем, это был 2010 год, тогда о кроссвите вообще никто ничего не знал. Мы находили информацию в интернете, ездили на турниры за границу, а там уже это все было, конечно, полным ходом. Мы там были узнаваемые, мы там побеждали. Ну, нам было достаточно легко влиться в эту среду, потому что то ФП, которое давало нам единоборство, оно достаточно схоже. И вот мы только закончили бороться, сразу поехали. В общем, мы были подготовлены даже лучше, чем европейские команды. А сейчас, конечно, уже все так подросли. А в Украине пробивать дорогу сложно. Что специально делали, как популярность? Ну, в первую очередь, конечно, это же деньги, это финансы. Для того, чтобы открыть клуб обычным спортсменам, в общем-то, да, не имеющим богатых родителей, это очень сложно. Но в течение двух лет мы искали инвесторов для того, чтобы нам помогли открыть клуб. Стучались в лосе двери, и слава богу, такие люди нашлись. Вот, не безразличные. И с помощью их, и с помощью наших друзей, там, да, скажем, строительных компаний, которые руководят. Нет, это придется, можно будет. Да, очень-очень сложно. Но мы открыли, слава богу, уже нам больше года. И большой, у нас около трех тысяч клиентов уже. Есть амбиции в будущем сделать сеть? Сеть, совершенно верно. Мы сразу, формируя бизнес-план, мы рассматривали только сеть, потому что, ну, с точки зрения бизнеса, да, один клуб – это очень много работы, а заработок там, как правило, такой уж большой. Поэтому мы уже ищем помещение для второго-третьего клуба. Просто оно имеет высокие требования, ну, лично для меня. И достаточно сложно найти хорошее помещение, хорошую локацию. Вернемся к вам. Есть ли у вас авторитеты в профессии, в спорте, возможно, кумиры, вот на кого вы ориентируетесь, человек, за которого вы всегда болеете? Возможно, это не обязательно из вашей сферы, ну, из вашего видоспорта. Вы понимаете, как здесь, наверное, больше нужно смотреть на ситуативность, да, вот очень часто мы можем слышать какие-то истории каких-то определенных людей, да, там, которые в какой-то очень тяжелой обстановке, да, там, показывали себя с наилучшей стороны. Ну, в любом случае, если говорить о борьбе, мы же говорим о том, что я родом из этого вида спорта и фанатично, конечно, был влюблен в результаты Михаила Мамешвили, там, Александра Карелина. Это великие звезды, это действительно, ну, скажем, это мастодонты этого вида спорта, которые нашли себя в жизни в принципе, вот, и сейчас создают, ну, большую платформу для развития не только спорта. Тем более, что, ну, Миша Мамешвили, это наш семляк, он родом из Конотопы, из Сумской области, вот. Сейчас он, ну, еще в десятке лучших спортсменов прошлого века, вот, он и почетный член Международного Олимпийского комитета, то есть, ну, это... Но следите, интерес есть у вас, вот, к борьбе еще? Ну, вы понимаете, как, она очень много пережила трудности, менялись правила, из-за этого менялась зрелищность, ее хотели убрать из Олимпийского вида, но это очень больно мы переживали. В частности, я, наверное, и закончил бороться не так из-за травм, как из-за того, что правила ее просто поганили. Вот, сейчас вот немножко начинается возврат вот к тем старым правилам, которые действительно дают зрелищность. А если говорить о тех спортсменах, которые вот меня сейчас очень сильно, да, подкупают, вот, это атлеты нынешнего времени, это вот Жан Белинюк для меня, это очень такой серьезный показатель, ну, во-первых, потому что он рос на моих глазах. Это, вот, его тренер, это мой друг, вот. Вот, атлеты из этого клуба, они вместе со мной в интернате учились, мы жили вместе в одной комнате. Жан приходил к нам в зал бороться, он боролся с моими спортсменами, с моими друзьями. И если вот, ну, к примеру, люди же считают, там, Олимпийский чемпион, чемпион мира, это настолько заоблачно, и до этого просто прикоснуться нельзя. Вот, есть Жан, который проигрывал рядом с нами, и вот победы у него доставались большим трудом, но мы его все видели, мы все видим, что не боги горшки обжигают, что каждый может вот так вот, как он, добиться успеха. И я знаю, что этому атлету предлагали суперусловия бороться за другие государства. Суперусловия. Такие страны, как Азербайджан, да, они могут, ну, просто, я не знаю, нефтяную вышку могут подарить, там, за чемпионат Европы. Он отказывается всегда, он говорит, я всегда буду бороться только за Украину. Но, возможно, многие все за это глупостью, да, другие скажут, вот он, наш кумир, потому что любит наше государство, вот, а сами берут, выходят на улицу и продают наше государство тут же, да, там. Вот, поэтому дискутировать на эти темы, правильно ли он поступает, неправильно ли он поступает. Тем более, что спорт это бизнес, стопроцентный, особенно, если мы говорим олимпийские, олимпийские игры, для победы на Олимпиаде. Недостаточно быть просто крутым атлетом. Вот, сейчас слова я Миша Мамиашвили скажу, да, как он говорит. Если атлет стоит на пьедестале, и за его спиной флаг страны, то это достояние целой страны. То есть, это достояние спонсоров, это достояние тренеров, это достояние докторов. Ты не можешь говорить, что это только ты. Тем более, я два года был помощником старшего тренера сборной страны среди юношей. Я знаю, как это происходит, какие там кулуарные войны, за что многие получают, так сказать, по шапке. Выбивают, вы имеете ввиду, финансирование? Вообще, для того, чтобы привести чемпиона из-за границы, с чемпионатов Европы и мира, нужно не только научить его бороться. Это целая политика. Старший тренер сборной должен быть политиком, он должен быть авторитетным человеком среди судейского корпуса. Вообще, в Европейской Федерации, международной, это достаточно непросто. А, скажем так, если мы говорим о том же Азербайджане, так это официальный меценат Международной Федерации Борьбы. Кто будет смотреть не в их сторону? Приравная ситуация, я уж не говорю неприравная. Поэтому нашим атлетам намного сложнее, они побеждают вопреки всему. Жанн, это личность такая, да. Плюс, если мы говорим, например, о других единоборствах, это те атлеты, которым мы сейчас помогаем, которые тренируются у нас в клубе, которых тренируют наши тренеры. Много, да. Ну, и я люблю этот вид, понятно. Георгий Занторай, дзюдыис, чемпион мира, чемпион Европы. Вот. Сейчас он готовится к Олимпийским играм и готовится за свой счет. Почему в Украине не ценят? Да ценят, просто, вы понимаете, как, мы можем аплодировать и ценить им, но вот так вот, чтобы взять и достать из толстого кошелька и отдать деньги, нет, так никто у нас не делает. Я не знаю, жлобством это назвать, вряд ли. Просто, скорее всего, что руководящие должности, они же лица подневольные, сто процентов. Вот у нас все говорят, давайте выберем кого-то, он там придет, министр спорта, вот так кулачком ударит по столу, скажет, вот сейчас мы, да нет у них ничего, абсолютно. Зачем тогда вообще министерство спорта, если толпа от него нет? Ну, как говорят, да, политики пишут устав, а они выполняют этот устав. Ну, наверное, это такое, знаете, сборище, Карелинка это сказал, кто-то назвал нас, говорят, злобными карликами, он сейчас политик. Где мы, говорит, заходим как депутатский корпус и воюем между собой, там, да, деремся между собой, а более другим не занимаемся. На самом деле это не так, говорят, есть хорошие, правильные люди, которые пытаются двигаться в правильном направлении. Однозначно должен быть комитет, который урегулирует определенные вопросы, куда можно прийти, постучаться, вот, и закон же в любом случае должен быть. Где-то же этот закон пишется, кто-то же его должен выполнять, потому что, если мы начнем делать перестройки, особенно в преддверии серьезных мероприятий, то мы же помним самые крутые перестройки, которые ни к чему хорошему просто не привели. Вот, и сейчас, я же говорю, выбираются, как правило, в федерациях, там, руководящие должности, те люди, которые уже хорошие бизнесмены, вот, которые могут дать свои деньги. Потому что государство у нас, денег просто нет. Вы слышали об инициативе вообще расформировать Министерство спорта, как вы к этому относитесь? То есть, потеряют ли украинские спортсмены Украина в целом? Мы же, вы же видите, сейчас расформировали милицию, сделали полицию. Кто-то говорит хорошо, потому что молодежь, да, полицейские красивые, делают селфи со всеми, вот. А многие милиционеры, которые не прошли, там, так называемые кастинги, там, плюются в эту сторону. Кому-то будет хорошо, однозначно, потому что, а кому будет хорошо? Так называемая новая кровь вольется в новый комитет, он будет называться, там, скажем, не Министерство спорта, да, и молодежи. Наверное, расформируют социальную деятельность, которая будет заниматься конкретно молодежью, да, не спортивная деятельность. И, скорее всего, что будет какой-то комитет спортивный, вот. Ну, я в это, честно сказать, не верю, потому что, все-таки, это такая, знаете, большая пороховая бочка, взять ее и поджечь, одним махом взять все поменять, просто не получится. Вот. А по той простой причине, что у нас всегда были и будет достаточное количество чемпионов, вот, тех, которые побеждают вопреки. Ну, кто расформирует Министерство и скажет, что они плохо работают, у нас есть Жан Беленюк, у нас есть сейчас легкая атлетика, бам, есть медаль. Никогда не было, тут появилась медаль. Никогда у нас не было на зимних Олимпийских играх, ну, в последнее время, там, призеров по биатлону, тут мы смотрим, биатлонистка просто порвала всех, выиграла. И вот такие вот единичные случаи они будут поддерживать на плаву. Это когда уже все спортсмены ополчатся, просто уедут выступать за другие страны, тогда, скорее всего, вот, они сделают видимость какую-то для того, чтобы что-то расформировать. Ну, я в это сложно верю. Что же такое Олимпийский комитет? Я же, когда я работал помощником старшего тренера, я там постоянно околачивался, я так скажу. Вот, это, знаете, такие кабинеты федераций. Федерации, естественно, тоже делятся на федерации областные. Вот, у нас есть городское управление, оно на Крещатике, там те же самые кабинеты, там те же самые кулуарные войны. Вот, такая серьезная, серьезный диспут можно вести, когда куча каких-то документов непонятных, несуществующих фамилий, несуществующих групп. Вот, и когда ты понимаешь, что, а зачем это нужно, для того, чтобы выбить какие-то деньги и сохранить их для поездки детей на турниры, вот, ну, тогда ты понимаешь, ну, хорошо, да, там, добро-добро, а злу-справедливость. Ну, пусть будет так. Поэтому, расформировать, вряд ли расформировать, может быть, иначе назовут. Если бы у вас были рычаги управления, вот, что бы вы изменили в спорте украинском? Куда, вы подскажите хотя бы, вот, в какой сфере, чтобы и мы дальше за этим следили? Вряд ли я могу себя назвать политиком, да, многие считают, ну, вот, я приду и, там, повысим зарплату, там, да, там, спортсменам. Вот, но я же знаю, что все равно деньги есть. Я бы, конечно, уделил внимание, вот, ну, действительно детскому спорту, потому что ты никогда не станешь классным спортсменом, если в детстве у тебя были просто плохие условия. Вот, я знаю одну школу, да, школа высшего спортивного мастерства, где тренировались, вот, еще недавно фехтование, да, фехтовальщики. У нас олимпийские чемпионки в фехтовании. Они выигрывают все подряд. Вот, вот, Николаевская команда, там, Львовская сильнейшая школа, они тренируются там, где нет просто даже душа, вы понимаете, о чем я говорю? Вот, в зале нет души, в зале раздеваются, вот, просто в зале, нету раздевалки даже. Ну, неужели тяжело сделать душ? Ну, я уверен, что деньги есть. Ну, просто люди безответственно к этому относятся, руководители, они получают зарплаты, эти выигрывают, и слава Богу. А уедет он потом, не уедет. Наверное, я бы все-таки вот начал с комфорта. Я бы создал комфортные условия для того, чтобы дети тренировались. Ну, знаете, я бы, наверное, придавил, там, толстосумов каких-то, да, там, которые имеют возможность подарить школам, там, борцовские ковры, униформу, делать ремонтные работы, да. И, наверное, я бы им за это что-то позволил сделать то, что они и так делают, да. Ну, вот, я бы на что-то закрыл глаза, то есть, это была бы какая-то обоюдная порука, ну, на первом этапе. Потому что, ну, взять ближнее зарубежье, вот, самое ближнее, это Беларусь. Ну, мы ничего не знаем, кроме того, что там все говорят, что там очень плохо живешь. Но мы едем туда, мы видим, как там хорошо живут спортсмены, на самом деле. Потому что, как скажет, батька, я продам последний танк, не воевать ни с кем, да. Но у нас будут классные спортивные комплексы, теплые спортивные комплексы. У нас будут бассейны, которые чистятся правильно, а не просто хлоркой, да, там. Ну, то есть, комфорт. Вот этот комфорт, он позволяет человеку выбирать потом, давая результаты, могу ли я быть хорошим спортсменом или не могу. И, скорее всего, я бы вот привлек бизнесменов не среднего класса, а чуть побольше. У нас их очень много, потому что, глядя на те автомобили, на которых у нас ездят люди, ну, скорее всего, что деньги есть. То я бы их просто где-то, вот, просто бы заставил выделять на детский спорт. Хорошо, а на какой именно, вот, как бы вы распределили, ну, вот. Вы знаете, популяр, я не могу сказать. Ну, я, конечно, люблю борьбу. Ну, да, наверное, вот я как тренер, да, когда вот я анализирую соревновательную практику своих спортсменов, вот, я, конечно, уделяю больше внимания тем местам, которые хуже всего получаются, или тем движениям. Ну, нельзя взять и уничтожить те виды спорта, в которых у нас нет медалей совершенно. Вот, я бы уделил внимания им немножко больше. Потому что взять и только спонсировать бокс, потому что у нас классный бокс, вот, или только борьбу, или только фехтование, ну, пожалуй, нет. Вот, и начал бы я, наверное, это со спортивных интернатов. Потому что у нас спортивные интернаты, те, которые действительно занимаются этим по-настоящему, они тоже в очень плохих условиях. И, как правило, есть один-два основных вида спорта, да, которые, там, они набирают в большом количестве. А виды спорта дополнительные, да, как дополнительный контингент, один-два человека, этого достаточно мало, конечно. Поэтому я бы, наверное, уделил внимание тем видам спорта, которые у нас, ну, совершенно не показывают результат. Совершенно. Я бы начал бы сказать. Вы затронули тему неквалифицированных тренеров. Вот сейчас очень много сетевых клубов, действительно, есть тренеры, которые, да, его чтоб не навредили. Не то, чтобы помогли, а вот, чтобы не покалечили. Как вот на государственном уровне можно с этим бороться? Как это, вот, централизованно можно за этим следить? Должны быть какие-то проверки или... Вы понимаете, раньше был вот клуб, спортивный клуб, не имел права брать на работу человека без специального образования. Но какие институты и университеты дают у нас специальное образование? Ну, классный университет, Институт физической культуры и спорта, да, классный. Но кто идет туда учиться? Те, кто не ходят учиться, а постоянно на сборах, в командировках. Ну, то есть, у него есть возможность получать экстерном образование и выступать, скажем так, за свою страну. Хороший парень, классный спортсмен. Но неужели он получает достойное образование? Плюс, то образование, которое дают сейчас университеты, оно совершенно отличается от фитнеса. Вообще отличается от фитнеса, да, в жизни, которое вот, оно вообще не пригодится никак. Вот, поэтому сказать, что нужны дипломы, нет, они не дают честности никакой. Сказать, что нужно спортивное прошлое крутое. Но мы уже с вами сказали, что хороший спортсмен, он чаще всего не хороший тренер. Ну, знаете, как для меня, конечно, опыт тренера очень важен. Но мы же понимаем, что для того, чтобы прийти опытным, нужно набить себе шишки и угробить там большое количество атлетов, которых ты тренировал. Сейчас есть при, скажем так, негласной академии фитнеса, да, так называемой, есть ассоциация фитнеса, куда уходят. Клубы, вот, они создают школы по подготовке тренеров. Специальные школы, где рассматриваются направления питания, вот, именно инновации, те, которые сейчас происходят. Потом в развитии качеств физических, да, в реабилитации обязательно. Потому что, вы понимаете, то, что спортсмен делает с собой в зале и точно так же в фитнесе, это преступление. На самом деле, над вашим организмом. Сто процентов, потому что вы не прогрессируете внутри тренировки. Вы, восстанавливаясь после тренировочного процесса, начинаете давать прогресс. Вот. И преступление, это будет однозначно наказуемое. Наказание, это будет ваши какие-то травмы. И вот на это тоже нужно уделять много внимания. И это же как-то нужно вплести в один, там, час, полтора тренировки. И вот именно вот эти вот школы сейчас, они дают вот эти инновационные, вот это инновационное видение. Вот. То есть, есть очень много семинаров, не только в Украине, за границей. То есть, я всегда смотрю на вот это. Когда тренер приходит, и у него есть, скажем так, сертификаты о прохождении вот этих семинаров, вот, есть же имена серьезные достаточно в фитнесе. Когда читаешь там семинар, проводил такой-то человек, ты знаешь, что да, это была польза. И вот я больше на это обращаю внимание, когда беру к себе на работу. Ну, естественно, тестирование однозначно. Кем бы ты ни был, все в равных условиях, есть тестирование как теоретическое, так и практическое. Вот. И на основании этого мы уже берем. А сетевые клубы, ну, представьте, какая там текучка. Если мы будем заниматься таким скрупулезным отбором, у них некому будет работать. Они берут кому ни попадя. Я не хочу там оскорбить бухгалтеров или еще кого-то, но когда ты берешь бухгалтера на работу тренером, потому что он хорошо выглядит, ну, мне кажется, это плохо. А тем более у нас сейчас каждый является тренером. В интернет залез, увидел, ага, схема тренировочная. Я ее перенесу на человека. Это глупости. Поэтому нужно четко отличать тренера от инструктора. Тренер это тот, в ком нуждаются, инструктор это тот, кто нуждается. Это большее. Что нужно для достижения максимального эффекта? Это тренировки, питание. Насколько вот играет? Вы понимаете, в иерархии, скажем так, подготовленности атлета, вот тот низ айсберга, если мы возьмем, да, нарисуем определенный треугольник, и вот все, что под водой, основная часть айсберга, это как раз питание, это фундамент. Называется молекулярная структура тренинга. То есть, все, что называется нашим там бензином, да, грубо говоря, нашим топливом, это то, что мы кушаем, вот, то, что мы питаемся. Что вы питаете? Ну, в любом случае, да, у меня питание, ну, сбалансированное. Я не приверженец этого слова диета страшная. Мне не нужно там худеть, мне не нужно расти, мне нужно восстанавливаться от тех действительно сумасшедших нагрузок, вот, восстанавливаться быстро, качественно, поэтому, ну, я вообще убираю весь пищевой мусор, так называемый, который, да, там, скажем так, находится в кондитерских изделиях, да, там, сейчас, это же не то, что мама нам готовила, да, там, все трансгенный жир нужно убрать полностью, это факт. Вот, потом нужно убрать, так называемые псевдомясные продукты, эти все, там, колбасы и тому подобное, в этом нет никакой пользы, вы просто набиваете себе брюхо, в общем, чревоугодием заниматься точно не нужно, это смертельный грех. Вот, ну, в любом случае, нужно разговаривать со специалистом, нужно подсчитать количество калорий, которые вы тратите в день, которые вы будете тратить, если будете заниматься, вот, умеренной физической нагрузкой, либо интенсивной физической нагрузкой. Если вы хотите сбросить вес, значит, вам нужно поглощать калории меньше, чем вы их тратите, наоборот, увеличивать. И уже говорить о том, что, да, там, сахар убрать, дрожжи убрать, вот, пить побольше воды, никакой газировки. Если мы говорим о мясе, то, опять же, ну, говорят, там, курицу нужно кушать, да, там, и подобное, ну, нашу курицу тоже кушать я не советую. Вот, понимаете, сейчас же, если так разобраться, там, купить обезжиренный творог, да, в нем, в него, как правило, добавляют крахмал. Ну, ты думаешь, что ты кушаешь качественный продукт, ничего подобного. Лучше взять у бабушки жирный творог, да, от жирного творога еще никто не поправился. Вообще, в принципе, от жирной пищи не поправляются. Она забивает сосуды холестерином, вот тут проблема просто сосудистого характера. Поправляются, вот, как раз от кондитерских изделий, от газировки, от сахара, от вот этого всего. Вот, ну, если уж говорить совсем честно, я позволяю себе сладкое кушать, я не могу без этого. Наверное, легче кому-то отказаться от сигарет, дать мне сладко. А по сколько часов в неделю тренируетесь? Ну, в 2 часа в день у меня 100% идет тренировка, вот, 6 дней в неделю. Во время подготовки к серьезным турнирам я беру 2 дня, где я тренируюсь по 2 раза в день. Но это тренировки по часу, а не короткие. Я уже не молодой, восстанавливаюсь плохо, поэтому нужно следить как раз за восстановлением. Я так понимаю, у вас очень спортивная семья? Да, моя супруга, мы с ней познакомились в спортивном лице, она мастер спорта по фехтованию, она шпажистка. И она преподает детям фехтование сейчас, ну, это как, знаете, как ее души на любовь. А дочку какой спорт отдадите? Дочь, вы понимаете, как я, ну, точно не в силовой, это точно, вот, точно не в единоборство. Я ничего не имею против женских видов единоборств, но женщина должна оставаться все равно утонченной. Вот, поэтому сказать гимнастика, вот, мне нравится моя жена, я ее очень люблю, вот, то, как она выглядит, то, какой у нее характер экстравертивный. Все-таки фехтование, это единоборство, но это немножко другое направление, более такое искусство. Наверное, я бы хотел, чтобы она занималась фехтованием, именно шпажой. А будет танцевать, пожалуйста, я не запрещаю. Кто ваш главный болельщик в жизни? Кто поддерживает вас на соревнованиях? Супруга ездит с вами, да? Она и выступает вместе со мной, да, я за нее больше, наверное, переживаю. Ну, я уже, вот, я уже вижу то, может быть, я себе это надумал, что у меня там супер взаимосвязь с моей дочерью, вот, ну, мне так хочется в это верить. И я уже вижу, как она переживает, ну, мое переживание передается на нее, вот, ну, родные, в любом случае только родные. Я их не могу сейчас разделить, кому-то отдать приоритет, они очень за меня переживают, это видно. Вот, поэтому больше всего в жизни я боюсь их подвести, это для меня важно. Еще одно трендовое направление в последние годы в Украине – бег. Вот, очень много у нас бегунов, каждый месяц по несколько забегов. Бегунов можно считать спортсменами? Или это как-то вот постепенное? Ну, все-таки классифицировать нужно четко физическую деятельность. Спорт – это состязание. Спорт – это олимпийский, неолимпийский вид. Ну, это, знаете, такое серьезное мероприятие, в котором раздают медали в конце. Ну, в беге тоже есть, в принципе, мероприятие? Ну, мы не можем называть спортом какие-то организации, которые просто создали мероприятие, раздали картоновые медали. Это должно, конечно, все быть учтено на государственном уровне, тогда это серьезный спорт. А любая физическая деятельность и активность, которая, в общем-то, создает предпосылки для уровня здоровья, для повышения – это хорошо. А бегает сейчас действительно много, и марафоны, и полумарафоны, и там разные гонки с препятствиями – это хорошо, это прекрасно. Но нужно не забывать о том, что для того, чтобы пройти все это, нужно к этому готовиться. А люди, которые просто приходят и пытаются это пережить, очень много смертных случаев, на самом деле, прискорбно. И когда говорят о том, что умер человек, да, он дурачок, наверное, он не проверял себя, а все руководящие, скажем так, лица, которые организовывают такие мероприятия, они открещиваются. Человек написал расписку, страховку принес, это не наши проблемы. Вот, поэтому к этому нужно относиться серьезно, вот, ну, смертные случаи всегда были-будут. Я не знаю, стоит ли говорить, как Высоцкий, по поводу гор, это лучше, чем отводки от простуд, ну, смерть, в любом случае, это плохо. Но, в любом случае, это массово, я ничего против этого не имею, назвать это спортом, если это не в рамках государственной деятельности, я не могу. Вот в чем ценность красавида? Для того, чтобы лучше всего понять этот вид перекрестного фитнеса, его нужно с чем-то сравнить. А сравнивают его, как правило, с бодибилдингом, то есть с классическим фитнесом. Значит, ну, цель бодибилдинга понятна, это всего лишь строительство красивого тела. И зачастую мы видим, когда внешне красавец, просто сумасшедший атлет, он на пятый этаж зайти не может, заходит с одышкой, с задышкой, потому что у него постоянные какие-то сушки, они сидят на сумасшедших фармакологических препаратах, и внешне здоровые ребята, они на самом деле нездоровые. Так вот, цель кроссфита – это создать универсального атлета, человека гармонично развитого во всех основных физических качествах. Человека, который может и много поднять, и далеко пробежать, и зайти на какую-то высоту, и проплыть, и тому подобное. А если учитывать то, что внешний вид – это побочный эффект от физической нагрузки, то от той нагрузки, которая происходит в кроссфите, фигура будет, ну, могу сказать, идеальная, ну, очень атлетичная. Меня больше подкупают атлетичные фигуры, там, скажем, бегунов на 200-400 метров, чем бодибилдинг, это сумасшедший. Я ничего не имею против бодибилдинга, хорошая штука, тяжелая, я бы ее вряд ли выдержал. Ну, мне не подходит, как мужчине, быть просто красивым, ну, вообще мужчине не пристало быть просто красивым. Мужчина должен быть мужчиной, он должен быть сильным, выносливым, быстрым. И все вот это создает как раз вот сильный характер. Каждый раз, когда ты пытаешься превзойти себя вчерашнего, вот, победить себя, свою слабость, свою лень, и кроссфит в этом очень сильно помогает. Вот, ну, опять же, кроссфит еще нужно рассматривать как вид реабилитации. Многие его пытаются уничтожить тем, что кроссфит это убивает сердечно-сосудистую систему и тому подобное. Много центров после сердечных операций в Штатах, кроссфит-центров, где восстанавливают таким образом людей. Вот, и большое количество атлетов с утраченными функциями, там, с протезами, они тоже соревнуются. И такое мероприятие, как Арнольд Классик, оно собирает более 20 видов спорта, и там кроссфит, когда, ну, великий армия смотрит на то, как люди там без рук и без ног поднимают штанги, он просто в шоке. Это для меня просто неописуемо, приятно. То есть, ну, кроссфит, он еще и дает возможность тебе жить полноценной жизнью. Ты можешь функционально перемещаться, передвигаться, и, наверное, даже лучше, чем люди, которые имеют на это полные способности, возможности. Поэтому, если ваша цель не только красивое тело, а действительно каждодневный труд и создать себе универсального человека, универсального спортсмена, вот, абсолютно здорового, тогда нужно, стоит пробовать кроссфит. А если мы говорим о барышнях, то сейчас нормальная агрессия, нормальная агрессия, то есть, да, она их больше привлекает, потому что, ну, мужчин сейчас действительно мало. И женщины на себя как-то примеряют, да, ту одежду, в кавычках, ту форму жизни, которая сейчас, в общем-то, должна быть за мужчинами, за мужским плечом. Поэтому они пытаются сами заниматься этим видом деятельности, времени у них очень мало, карьеристки все сейчас, да, заниматься собой на это вообще нет времени. Поэтому кроссфит – это только, ну, вот, не больше часа тренировка, если рассматривать в контексте фитнеса. Это короткие такие тренировочные синглы, то есть, ты пришел в зал, размялся, заминка, плюс сама тренировочная схема – это не больше часа. Поэтому, как бы, можно сэкономить достаточное количество времени для того, чтобы еще создать себе предпосылки для карьерного роста. Ну, именно и поэтому тоже стоит. Ну, и там вы, женщины, которые ищут настоящих мужчин, атлетов, там их найдете 100%. Приходите в красный зал. Хотелось спросить еще, вам когда-либо в жизни были, пригодились ваши силовые способности в плане бытовых ситуациях? Там, возможно, в драке кому-то помогли, заступились за кого-то? Да, это постоянно. Вы же понимаете, как любой парень взрослеющий, взрослеющий, я учился в спортинтернате, пришлось постоянно доказывать свое «я» и «у меня дочь», «у меня жена». Приходится всегда отстаивать мнение своей семьи. Очень часто мы видим, скажем так, негодяев на улицах, которые пытаются выяснять отношения между собой, особенно с женским полом. Очень часто это происходит. А вот вы будете разговорами или все-таки сразу? Вы понимаете, как я холерик по натуре, мне тяжело просто брать и разговаривать с людьми, тем более убедить разговором тяжело, и я не переношу оскорбление в свой адрес. Для меня, наверное, легче на корню сразу же прекратить вот эту агонию сумасшедшую, чем если я потом начну нервничать, психовать и сделаю еще кому-то более хуже, чем могло бы быть. Плюс я же наврежу себе, чем это потом выльется, неизвестно. Поэтому, когда мне раньше говорили, зачем ты это делаешь, или моим друзьям, я говорю, ну, это такая форма, наверное, воспитания и учения, потому что, если это буду не я, а кто-то более сумасшедший, ну, наверное, покалечили еще что-либо. Вы, наверное, слышали, президент раздал недавно оружие федерации футбола. Вы знаете, я об этом знал еще до того, как я так с футболистами, да. Как вы к этому относитесь? Вносите ли вы оружие? Сейчас я возьму все и расскажу. Вы понимаете, как, если оружие, скажем, в нормальных условиях, в правильных руках, да, то оно, в любом случае, пистолет может превратиться в бумеранг, если ты не умеешь им пользоваться. Ну, либо им будут разбивать орехи. Нет. Я, у меня товарищи, многие, которые являются инструкторами по стрельбе, и мы проводим турниры, так называемые, файтинг-шутинг называется. Это когда стрелок, выполняя какие-то физические нагрузки, должен потом стрелять в мишень уже на фоне усталости. То есть мы с федерацией стрельбы проводили, совместно с нашим клубом проводили такие мероприятия. Я учусь стрелять. Я не учусь пользоваться ножом. Для меня холодное оружие – это табу, это мое личное мнение. Поэтому я негативно отношусь к тому, что он подарил именное оружие. Лучше бы это были именные часы, либо какие-то украшения, я не знаю. Но оружие, ну, зачем человеку оружие, если он не имеет на это разрешения, и тем более он не умеет этим пользоваться. А у людей, скажем так, с повышенным уровнем тестостерона, да, всегда есть желание воспользоваться этим оружием. Я считаю, что это лишнее. Я не поддерживаю это абсолютно. Топ-3 совета по здоровому образу жизни у вас. Вы понимаете, как на первое место я поставлю, если бы я советовал, видя перед собой атлета, это, конечно же, в момент тяжелейшей физической нагрузки и испытаний для себя, вот, ни в коем случае не создать для себя, знаете, как ступеньку, на которой ты бы смог оправдать себя в дальнейшем. Вот только сильный характер, вот, сильный характер позволит тебе отказаться от плохого питания, там, да, проснувшись утром, не сказать себе, я лучше завтра проснусь, а вот сегодня еще посплю. Вот, но что значит сильный характер? С ним же не рождаются, его воспитывают. Поэтому... Если у человека нет силы воли. Такого не бывает. Его делает таким окружением. Вот выбирайте себе правильное окружение. Наверное, это вот один совет, который вот, он мощнее всех трех. Выбирайте то окружение, которое поддержит вас всегда и не успокоит, погладив по головке, скажет, послушай, ну не сегодня, так завтра. Нет, ничего подобного. Сегодня, сейчас, бери и делай. И они должны убеждать правильно. Они должны свой пример подавать. И это правильное убеждение, вот, правильный коллектив, он, где попало, не валяется. Поэтому, наверное, спортивные залы, наверное, правильные семьи, вот, это тоже очень важно. Вот, выбирайте правильное окружение. Правильное окружение создаст вам тот путь, ту платформу, вот, в которой вы добьетесь успеха. А если раздробить это все, да, то, конечно же, наставник, тренер. Тренер должен быть правильным. Советую всем искать залы с хорошей атмосферой, вот, с правильной рабочей средой, где люди не приходят просто знакомиться, знаете, для того, чтобы скачать замуж или сфотографироваться в зеркале. А действительно получить результат, вот, и тренер, тренер, заставник, это очень важно.